анализируя свою систему метрики исторического процесса так называемая метрика петрика я пришел к выводу что то что произошло с советской властью то есть практически гибелью можно сказать с распадом ссср девяносто первый год или чуть раньше с завершением 72-летнего циклов 89 году 1989 год знакомьтесь да вот 72 года и почему она была уничтожена через последующие два года почему 71 в девяносто первом году потому что ну все будут говорить мы проиграли в холодной войне вы заметьте что слишком часто повторяют это выражение а вы не задумывались а почему так слишком часто его повторяют что мы проиграли в холодной войне а нельзя ли сказать по-другому чтобы вот не скрывать настоящую причину гибели нашей родной советской власти она все сделала так чтобы убить самую себя вот ответ на мой вопрос почему мы просуществовали 74 года и не больше все начиная с сталинских репрессий они тоже не снимаются ни в коем случае со счетов и кончая простите холодной той же самой войной и кончая разложением советского общества потому что она уже больше запуганная еще со сталинских времен и не верящие ни в чего ни во что кроме собственной целой шкуры она не могло уже держать новый строй поскольку остались не расстрелянными а действующими в партийном аппарате да и на местах других люди которые за счет своей трусости и подлости удержались и не были расстреляны не были репрессированы а смелые которые говорили правду и даже здесь можно сказать есть и диссиденты которые хотели нашей стране лучшего и надо было только сказать правду и они это делали были такие диссиденты я к ним в целом отношусь отрицательно как разрушителям но если следовать правде почему это случилось что вместо советского народа появилась какая-то масса людей дрожащих за свою шкуру это после сталинизма и масса людей которые только и мечтали как бы стать такими же жирными и обеспеченными как дорогие товарищи капиталисты понимаете это тоже просчет когда заглядывались на эти кап страны и завидовали им потому что у них внешне якобы было все гораздо благополучнее а у нас было внутренней благополучней у нас кстати и производство и все соответствовало вполне нормам жизни нормального человека просто зависть людская хотела большего глаза мечтали о каких-то там супер дорогих иномарках и так далее то есть общество опошлилась будучи запуганным еще до того в сталинскую эпоху и то что хрущев все-таки осмелился так решительно осудить культ личности это не было только желанием прикрыть собственные высказывания что надо повысить планку процента расстрела да он конечно там дудел в общую дуду но еще сталин когда ему сказал заткнись дурак он имел в виду что не это было для того чтобы убивать наших людей целью наоборот это было только для того чтобы стали все более внимательны и бдительными чтобы выслеживали врага и действительно как мы говорим осведомляли органы о том что тот-то и тот-то был действительно ненадежен в плане идеологии но если остались только трусы которые только дрожали за свою шкуру и из-за этого они придавали соседа лишь бы его расстреляли они самого который закладывал этого соседа то представьте какие подлецы остались не только в партийном аппарате там тоже немыслимые подлецы выросли которые уже просто выслуживались и добивались карьеры они какой-нибудь там истинной советской власти идеалы были все расстреляны и сталин тоже был очень большим элементом виновности самоуничтожение советской власти советская власть сама себя расстреляла она расстреляла свое мужество и оставила только трусов и вот эти трусы остались их было не так трудно холодной войне победить вот то что касалось победы на фронтах на фронте великой отечественной войны самом крупном фронте нашей борьбы с международным империализм здесь мы смогли совладать собой и даже то что закрадывалось как страх в так называемые мирные годы оно не мешало еще на фронте быть доблестным и отдавать свою жизнь во имя родины когда речь шла о прямом столкновении с врагом у человека появлялась доблесть у человека появлялись ценности те которые были изначально заложены в советской власти но когда началась мирная жизнь послевоенная то подлость стала как гниль проникать потому что страх вот этот за свою шкуру быть расстрелянным быть сосланным подлости закладывания близких и родных это все работало на уничтожение на самоуничтожение советской власти так что вот советская власть сама себя сама себя распнула можно так сказать форме этого страха как паралича который уже не смог помочь продвижению наших ценностей святых коммунистических ценностей и такое общество америки да и странам запада вместе с ней с америкой было не трудно уничтожить уже в холодной войне здесь ведь страх это тоже холодная война вы понимаете и все были поражены этой болезнью страха еще со времен сталинизма и потом уже остались люди которые не могли не могли искренне верить в идеалы социализма потому что держалась уже все на страхе они на уверенности что мы идем правильным путем и что наш строй самый лучший самый продуктивный самый достойный человека самый светлый и так далее то есть мы расстреляли самое святое в нас когда расстреливали невинных людей и эти чистки и в госаппарате там тоже были свои герои и так далее всех расстреляли героев революционеров расстреляли точно как принцип чтобы не осталось старой гвардии это сделал тот же сталин у него были свои причины расстреливать своих друзей по борьбе и он это сделал и никто не догадывается что если если бы не эти репрессии был бы человек мужественный человек который смог бы сделать устойчивым на многие тысячелетия советскую власть но она рухнула в первый же период цикличности вот тут как бы идет слом когда можно обломить или продолжить цикличность у нас 72 года ну 74 в реальности а на самом деле можно было ее продлить до сто сорока четырех лет потом удваивать удваивать и это все могло быть в истории советского государства но вот это многочисленная подлость и не только врагов а расстрельщиков своего же народа подозрительность которая не имела оснований уже и такое было все это послужило тому что в легкой форме нас смогли победить в холодной войне это было легко сделать потому что остались подлецы остались те которые только внешнюю форму держали советского человека и такие подлецы были в аппарате в государственном высшем аппарате высшем звене вплоть до того что наконец на трон взошел сам предатель горбачок который завершил это подлое дело самоуничтожение наших великих ценностей нашей прекрасной страны прекрасной советской власти все было растоптано страхом вот и все они надо говорить что либо мы хрущевскую позицию поддерживаем либо мы сталинскую поддерживаем тогда хрущев нехороший получается они все по-своему делали дело которое нужно было социализму хрущев личность сталина вскрыл и это были не пустые слова это были слова когда наша родина сама уничтожалась убирая лучших убирая пламенных революционеров с дороги чего ну с дороги исторического процесса но никак не истории советского государства наша история была надломлена страхом сталинизма так что не надо сбрасывать со счетов сталина его страшные ошибки и также и конечно и хрущева который сделал не менее грубые ошибки потому что были разрешены аборты была уравниловка снова введена когда нельзя было человеку выразиться в работе сделать по своим силам больше чем требовалось нормой и так далее то есть каждый разрушал своим способом сталин давал широкие перспективы хозяйственного развития там масса шикарных просто планов которые до сих пор у нас служат и работают но он сделал общество страшащихся кары от своих же друзей от своих же товарищей от своих же советских людей общество распнули страхом и это главная причина поэтому сталина нельзя оставлять без внимания когда мы говорили о причинах уничтожения или я бы сказал самоуничтожение советской власти и никакой был враг не подкопался под нас в своей холодной войне если была уверенность каждого человека что мы все сделали правильно что мы действительно счастливы жить в таком государстве и что мы уже не заразились этой буржуазной идеологии где процветает накопительство и голый расчет голый расчет индивида буржуа всего доброго дорогие друзья и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok